Доброе утро всем, дорогие друзья! Good morning, hello! У нас сейчас прям, видите, весенняя, весенняя такая. Вообще пора. Весенняя пора, а чей очарование? Что-то какое-то необычное выгляжу. Так, чтобы попривычить для себя. Так, ну что, где же участники? Где же участники урока? Так, все. Четыре. Доброе утро, шалом! Джорджи Нивна, Влад Косов. Светлана Карачева, доброе утро, шалом! Яков Шатанин, шалом! Луис Барри. Что такое Луис Барри? Это новое что-то? Луис Барри на каком-то языке, особенном. Луис Барри. Шалом, Алекс Чудеевич. Наталья Ратнер, шалом! Оксана Андрюшенко, все! Авраам Истраиль Колотов, шалом! Из Святой Земли. Все, Ирина Ванучарян, Павел Шергов, Александра Волохова-Хатстена. Все! Дмитрий Базанов, шалом! Все, всем шалом! И мы продолжаем изучать притчи царя Соломона Мишли. О, на армянском! Класс! Как на армянском еще раз скажите доброе утро? Я не знал. Наташа Блау. Все, как доброе утро на армянском? Сейчас мы узнаем. Было уже доброе утро. Сейчас напишем. Луис Барри. Да. Луис Барри. Доброе утро из Нью-Йорка. Все, отлично. Значит, мы продолжаем. Добрый свет. Все. Значит, у нас сейчас 28 глава. Бодертова, Респодилка. 28 глава. И мы дошли до 8 отрывка. Значит, до этого нам была, как бы, главная такая линия, которую мы в прошлом уроке поняли, да? Что те, кто оставляют Тору, те, кто оставляют Тору и идут на сторону зла, да, начинают... Даже можно самому не идти на сторону зла, но прославлять злодея. То есть, что значит прославлять злодея? Смотрите, как получается. Если человек, он наделяет ценностью зло в своих же глазах, даже если он его не делает, он проигрывает две вещи. Первое, он как бы за то, что он это делает в своем восприятии, да, он как бы становится для небес, он становится злодей. Даже если он это не делает, но он как бы хочет это делать, или он говорит, да, вот это круто. Второе, он сам себя уничтожает, потому что, наделив ценностью злодеев, ну, то, что им везет, сейчас там, или еще что-то, то он как бы себя ставит в угнетенное состояние в своих же глазах. Это то, что мы изучили в прошлом уроке. И дальше идет вот это вот разделение, царь Соломон объясняет, что такое путь зла, что такое путь добра. И вот здесь он нам сейчас приводит конкретный совет, значит, восьмой отрывок. Написано так. Марбе онно бенешев вэтарбит, лехонен долим ихбецену. Значит, тот, кто умножает имущество свое процентами, ну, то есть он дает деньги под проценты ростовщичества, он лехонен долим ихбецена. Он как бы это все потеряет и передаст это кому? Тому, кто над бедными, наоборот, жалеет их, им помогает. Значит, как? Что Тора нам говорит по этому поводу? Вот есть у человека деньги, и эти деньги, если у него они есть, он заработал каким-то путем, Тора говорит так, что, ну, там есть целое отношение Торы к деньгам, деньги же ни в коем случае не запрещены, деньги это хорошо. Но Тора говорит, если взять по большому счету, то, что умножающее имущество умножает заботу. И увеличивая количество денег, просто Тора предупреждает, ты не выигрываешь много, потому что сладок сон земледельца, говорит царь Соломонам, а тот, который богатый, так ему его проблемы не дают уснуть. Вот это мы в Экклезиасте, в Каэлите учили. То есть, хотя Тора не запрещает богатство, которое, ну, человек заработал, отлично, молодец, ты можешь помогать до 20% 10% ты должен отдавать на благотворительность, помогают другим, а 20% ты можешь, если хочешь. То есть, тздака благотворительно спасает от смерти, ты можешь тздакой себя очень сильно поднять в духовном плане, то есть, Тора относится к деньгам хорошо. Но при этом нам царь Соломон в начале Мишли, он нам говорил такую вещь, что «Коля Буцея Беца, тот, кто алчный, гонится за наживой, нефеш, балав иках». Это заберет всю душу человека. То есть, такое вот, просто предупреждает царь Соломона, ну, Тора в его как бы лице, если у тебя 100, ты хочешь 200, если 200, ты хочешь 400. То есть, это бесконечный путь. И он говорил, что деньги не насыщают и так далее, но мы сейчас не об этом. Значит, здесь конкретно написано так, что есть такой способ умножения денег, когда они уже у тебя есть. Когда ты даешь деньги под проценты другим людям, они у тебя взяли деньги, оставили тебе залог, ну, то есть, надо обязательно, если ты даешь деньги, надо брать залог. И потом они или тебя отдают с процентами, или ты забираешь себе залог, включая сумму со своими процентами. Тора это категорически запретила делать. Запрещено, это грех, конкретный запрет из Торы, давать деньги под проценты, это запрещено. Теперь и брать деньги под проценты, это запрещено. Теперь, значит, по Торе, земля, например, человек мог продать землю только до 49-го года, потом земля обязательно возвращалась в владельцам, в ту семью, которой она изначально принадлежала. И второе было, каждый седьмой год прощались все долги людям друг к другу. Каждый седьмой год обнуление шло долгов. Представьте, да, какая прикольная вообще была в жизни тогда, что ты как бы знал, что ты можешь занять только до седьмого года. То есть, это никак не, люди не входили в длинные какие-то долговые обязательства, все, то есть, было все очень достаточно просто. Это как бы взять изначально установки, как Бог установил. Потом это все начало нарушаться, например, мусульмане и христиане, они же взяли Тору, ну, взяли Тору как основу для своих религий. И в мусульманстве запрещено давать под проценты и брать под проценты, в христианстве запрещено давать и брать под проценты, но, но, интересно как, но все внутри системы. То есть, в иудаизме это внутри системы иудаизма, а те, кто не евреи, не исповедуют иудаизм, значит, про них не написано. Мусульмане то же самое, христиане то же самое. А, ну, а как экономика будет существовать? И они каждый раз давали другим это делать. То есть, христиане давали, заставляли даже евреев это делать. У мусульмане, не знаю, как устроено, понятно, да, то есть, у евреев это только внутри евреев, внутри евреев, но желательно, в принципе, никому не давать и ни у кого не брать, то есть, само по себе действие, оно, если оно запрещено, а как ты знаешь, человек еврей или не еврей? Тоже непонятно. Поэтому лучше этого вообще не делать. То есть, если Бог сам по себе это действие запретил, лучше его не делать. То есть, оно само по себе, по сути, нехорошее, да, и неважно, ты еврей, не еврей, но это нельзя. Ну, то есть, оно нехорошее действие. Теперь, но выгодно. И тут наступает вот этот момент, как свинина, мясо там запрещено, например, есть, но вкусно. Креветки нельзя, но вкусно. Деньги давать под проценты нельзя, но выгодно. И, значит, вот тут наступает момент такой, что те евреи, которые не соблюдают заповеди, они этим занимались все равно и давали другим евреям. А здесь написано как? Что тот, кто запрещенным путем зарабатывает деньги, он потом в итоге все равно передаст эти деньги тому, кто зарабатывает честно. Это как написано, что... Вот сейчас мы Медилат Эстер, давайте оттуда возьмем пример. Аман, он был один из самых богатых людей того времени во всей империи, но в итоге его повесили, а весь его, написано, дом и все его имущество передали Мурдыхая. Почему? Мурдыхая был честный и шел по торе. Аман был бандит и преступник, который эти деньги заработал, ну, набрал нечестным путем. Вот из Медилат Эстер пример. Теперь я вам расскажу еще пример, как это работает, как это работает в обычной жизни. Жил один еврей, это, по-моему, в Праде была история, там был Раби Атива Игер, такой был, ну, один из... Он был ролин этого города. И вот жил там один еврей, который сказал, а мне это заповеди Тора, ролины, я всех имел в виду, я самый крутой он. Значит, он занимался как раз, он был ростовщик, он давал деньги, вначале не еврея, а потом он сбросил Тору с себя и говорит, меня эти заповеди не волнуют, и начал всем давать деньги. И он давал деньги евреям, не евреям, ничего не соблюдал, все. Заработал он какие-то деньги и умер. Все умирают. А по Торе написано, что тот, кто дает деньги под проценты, так он даже не встанет, когда будет воскрешение из мертвых, он не встанет. Это, ну, это очень серьезный грех, прям конкретно серьезнейший грех, прям проблема-проблема. Его надо хоронить на еврейском кладбище. Приходят его сыновья к Равину, его хоронить. Он говорит, а что вы пришли? Вы же, ну, там, вы же против Торы, вы же против всего, это самое, вас же ничего не интересует. Они говорят, ну, все-таки он еврей, надо похоронить. Он говорит, ну, да, все-таки он еврей, и надо похоронить на еврейском кладбище, все. Говорит, миллион, значит, миллион злотых там каких-то, ну, то есть сумма невероятная там за место на кладбище. Значит, и мы эти деньги раздадим на благотворительность. Как здесь написано, и он передаст эти деньги для тех, кто, ну, которые жалеют бедных. Он говорит, его дети говорят, что за несправедливость, как-то так, а это же, как бы, деньги им идут, да, то есть они хотят себе. Равин говорит, нет, говорит, так он всю жизнь нарушал законы Торы. Теперь, значит, это еврейское кладбище, оно в управлении еврейской общины. Поэтому мы, значит, постановляем, что деньги, миллион там этих злотых идет на, есть нужды стареть, и тогда же не было пенсии, есть детские дома, есть бедные, надо кормить и так далее, говорит. Все, миллион, значит, сюда. Они, значит, говорят, ах, вы так, все, значит, и пошли к губернатору города. Приходит губернатор, что за дела, значит, какая несправедливость, и, значит, они, ну, разберитесь, наведите порядок. Этот руководитель города, мэр, вызывает этого Равина и говорит, что у вас за несправедливость. Так, если бедный человек его бесплатно хоронят, если обычный человек, он платит тысячу злотых, а вы с них требуете миллион. Почему? Равин говорит, посмотрите, ну, мы же живем по закону, по закону Торы, по закону Бога, все, то есть мы все делаем по закону. Значит, вот у нас в книгах написано, что будет воскрешение из мертвых. Те, кто соблюдают заповеди, когда будет, ну, там будет воскрешение из мертвых, то они, прямо их тела, они опять восстанут, да, из земли. Так мы всем сдаем, мы могилу всем даем на время, до воскрешения из мертвых. А про тех, кто дает 20%, написано, что они никогда не встанут при воскрешении из мертвых. Так мы ему навсегда даем, ну, навечно, поэтому для него миллион, а это самое, тысяча. И, значит, этот мэр посмеялся, говорит, ладно, говорит, я ваше еврейские дела не лечу. Сейчас, вот, секундочку, сделаю, чтобы было нормальное подключение. Сейчас, как же мне сделать, чтобы было подключение. О, подключение доступно, все. Теперь к банкам. Как это относится к банкам? Значит, с банками все очень просто. Смотрите, когда человек, если мы берем Израиль, банки дают деньги под проценты, правильно? Если вы почитаете договор, как банки дают деньги под проценты, то они взяли, есть в шелхонорухе написано так, что если ты хочешь у кого-то занять деньги под проценты, это запрещено категорически и давать, и брать. Но, если я договариваюсь с Давидом, что я хочу взять у него деньги на какое-то дело, где я собираюсь заработать. То есть, когда человек берет деньги под проценты, он же берет их, он хочет получить какую-то выгоду. То есть, тот, кто дает, он говорит, я тебе даю деньги, но я тебе за пользование деньгами хочу взять у тебя вот эти проценты. А тот, кто берет, он хочет взять деньги, чтобы или что-то заработать. То есть, у него есть с этого удовольствие, ему нужны деньги. Теперь, когда человек берет в банке деньги, в Израиле, в еврейском банке он берет деньги, он использует формулировку из шелха на руках, которая называется «этер иска» – разрешение на сделку. То есть, в договоре написано, что деньги я не занимаю, а деньги я беру для совместного дела. То есть, у нас есть совместное использование, мы становимся партнерами. И так как я беру эти деньги для того, чтобы заработать, и мы партнеры, то мы с тобой заранее оговариваем, что я даю тебе долю в прибыли не более, чем тот процент, который установлен банком. Ну, это проценты как раз как бы по кредиту. Теперь, ну, так как мы партнеры, в чем суть партнерства? Что если я потеряю деньги, я тебе ничего не должен. И в этом договоре, когда вы занимаете деньги у банка, там действительно вписано, что мы партнеры, и если я потеряю деньги, я ничего тебе не должен. Но там под звездочкой написано, что для того, чтобы я тебе доказал, что я действительно потерял деньги, и что эти деньги я потерял... Ну, то есть, там есть очень много условий, которые очень тяжело выполнить. И получается, что когда я взял у тебя деньги, и мы партнеры, и если я потерял деньги, я тебе ничего не должен. Но так как я не могу доказать, что я их потерял, я тебе ничего не должен, а мы заранее оговорили сумму, которую я тебе от прибыли должен дать, то тогда это я не взял деньги под проценты, то есть это не называется заем в банке кредитный, это называется разрешенная сделка. И все вот эти вот сделки, они разрешены с этой точки зрения, понятно, да? Все, но по факту написано так, что лучше в эти отношения не вступать. Когда меня приходят и спрашивают, брать деньги под проценты или не брать, то я советую, если по-простому, не брать. Почему? Потому что если ты хочешь заработать, то лучше опять же идти к людям, у кого есть деньги, брать их в партнеры. То есть если он просто, ты ему рассказываешь, если он не готов тебя даже выслушать, ну вот когда люди, вот я сейчас заработаю, заработаю, занимаю деньги под проценты, у меня один парень работал, он назанимал деньги, вот эти короткие кредиты там вообще. То есть если бы он подошел ко мне и посоветовался, я бы ему сказал 100% этого не делать, потому что, ну у меня есть опыт в этом деле, а у него нет опыта. Но он решил, а там я займу, все получится. И потом он из этих долгов не мог вылезти, занял там 2000 долларов, отдал 5. Это как раз вот это вот под проценты. В общем, смотрите, Марбео, но Беневш, тот, кто умножает имущество, отдавая его под проценты, в итоге отдаст его тем, кто сжаливается над бедными. Понятно, да? Дальше, вот это вот, девятый отрывок, очень частый, очень частый. Вот еще раз говорю, ипотека в Израиле, я рассказал только что, как она делается, если вы почитаете, то там есть вот эта звездочка, что ты, если ты потерял деньги, ты не должен банку ничего отдавать, и это, ну по факту это берешь под проценты. Теперь, что из этого будет? Был, например, момент, когда в Америте, например, да, был момент, когда росла недвижимость. И у меня был один там очень-очень дальний родственник, я как раз в 90-е годы жил тогда в Америте, я помню прям на глазах, человек за буквально два года становится мультимиллионером. Мультимиллионером, то есть у него это просто было смешно. Он там был до этого уборщиком, ну что такое вообще, простая работа. Потом в Америте, когда был бум этой недвижимости, можно было брать там до 95% ссуды на покупку недвижимости. Он собирает деньги, там вот эти 5%, берет деньги на одну квартиру, а она поднимается в цене в два раза. Он ее продает на вот эти вот деньги, которые он выиграл. Он покупает 10 квартир со скидкой 50, ну вот 95% давали в банке кредиты. Он дает всего 5% по каждой. 10 квартир. Он только их вот дает, они еще не сдаты, а они поднимаются в цене в два раза. Это было в этом самом, во Флориде. И он не останавливается, он давал еще. И буквально он в течение двух лет становится мультимиллионером. У него там десятки квартир, а те уже запущенные квартиры, он их сдает в аренду. На эти деньги покупает. Вот потом лопается это 2007 или 2008 год, когда был кризис. Ну вот этот вот, да, и когда лопнул этот весь ипотечный пузырь, да, мыльный. У него оказывается на руках 30-40 квартир и задолженность там миллионы долларов. И все. И эти квартиры падают в цене в два раза, то есть у него даже шансов нет потенциальных это все вернуть. Банкротство, все. И как он был с, ну там, без всего, так он без всего и остался с миллионными долгами. И здесь у меня тоже был такой знакомый, который именно в этот же кризис то же самое потерял. У него было своих денег там несколько миллионов. Он занял под них, это было 25% от того, что он занял. На питье он покупал квартиры. Потом квартиры упали в четыре раза в цене. А задолженность у него осталась, ну то есть он потерял все свое и миллионные долги полностью чек. Поэтому я вам так скажу, что лично я считаю, что самый лучший способ, и то, что я выучил из Мишли, и то, что я делаю сам, это ремесло. То есть ты должен быть классным мастером в своем деле, и когда ты классный мастер в своем деле, ты получаешь удовольствие от своего мастерства, оно растет, и ты постепенно увеличиваешь свой потенциал. То есть все люди, которые зарабатывают большие деньги, они зарабатывают деньги именно потому, что у них появляется понимание другое. И вот нужно увеличивать свое понимание в сфере денег. Я сейчас начал изучать книгу, которая называется «Развитие бизнеса». Вы можете в фейсбуке на моей странице смотреть мои отчеты, я прямо сейчас пишу отчеты, все. То есть я понимаю, что до момента, как у меня есть бизнес, я вырастил своим знанием, а дальше у меня нет знаний. И я дальше вот тупо не понимаю, как делать. Я увеличиваю знания, чтобы, и у меня уже было 10 попыток вырастить, и все они провальные. Все попытки я начинал, чуть-чуть поднимал и проваливал, поднимал, проваливал, поднимал. Потом я уже допер, нет у меня знаний дальше, нету, все. Значит, я буду увеличивать знания, понятно. Возвращаемся к Мишле. Теперь девятый отрывок, очень часто встречающийся. Уже когда человек становится религиозным, он думает, ну все, я уже религиозный, я уже шаббат соблюдаю, молюсь, все будет хорошо. Здесь написано, все не будет хорошо в девятом отрывке. Написано так. Мессир Азно Мишмоа Тора. Тот, кто убирает свое ухо от изучения Торы. Гам Тфилато Тойва. Также молитва его, она прямо Тойва, это мерзость, если дословно перевести это слово. То есть получается так, что человек, который, он уже понял про Бога. Есть Бог, отлично, все хорошо, я уже верующий. И в этот момент он перестает учить Тору, его молитва перестает приниматься. Удивительная вещь. Казалось бы, да. Вот если не знать этого закона, то очень много религиозных людей, которые стали религиозными или родились религиозными, но у них не идет. Почему? Вот ответ. Потому что они не учат Тору, они не знают, как правильно делать. Они остановились на своем уровне понимания, небольшом. И дальше они не хотят узнавать, как, ну что делать дальше, как оно все работает. И значит, вот здесь, поэтому в девятом отрывке написано. Мессир Азно Мишмоа Тора, убирающий ухо свое от того, чтобы слушать и постигать Тору. Гам Твила Тотой Ва. Причем используется интересное слово. Ведь все, что человек знает, оно к нему приходит извне. И если ты не получаешь вот эти вот знания, божественные знания извне, то откуда у тебя будет вот это понимание, что делать дальше? Обязательно надо учить Тору. Ну, и значит, так как тема денег, она тоже важна, вот у меня давно есть идея. Кстати, интересный тоже пример. У меня был один, один был у меня, ну, я не знаю, ученик нельзя назвать, ну, может, ученик. Когда я преподавал, начинал в Израиле еще преподавать Тору и тренинги, ему было тогда около 20 лет, и с роль кохась. И он, значит, пошел по моим стопам, потом он работал, приехал в Киев. Когда я перестал как раз преподавать Тору в Киеве, он вместо меня начал преподавать. Потом он ехал в Москву. И я из роля кохась опросил, и потом он из Москвы переехал в Канаду. И у него было, ну, он обычный парень, трое детей. Учил он только Тору, никакой профессии, вообще никакой профессии, ничего. Но я помню, что я его попросил, чтобы он в Талмуде находил все места, связанные с деньгами. И он буквально, у меня была давно-давно такая идея, собрать вместе все, как бы, высказывания Талмуда о том, как надо зарабатывать деньги, как эта вся сфера работает. И я его просил, чтобы он, так как он, ну, он учил Тору постоянно, то есть он, это была его, как бы, как профессия, да, то есть он учил, преподавал Тору, чтобы он искал в Талмуде все эти места. И он искал, присылал мне все. Потом он ехал в Канаду, и последнее, что, первое, что, вернее, не так даже, я несколько лет про него не слышал. Потом он мне звонит, говорит, у меня, говорит, есть уже три грузовика, работает пять человек, мы занимаемся перевозками, перевозками квартир. Что мне почитать, я дальше не знаю, я не знаю дальше, что делать. Я ему послал несколько книг про мелкий бизнес, как, ну, как развивать бизнес. Проходит какое-то время, год где-то, он мне звонит, говорит, ты знаешь, мы объединились с партнерами, у меня сейчас франшиза, у нас уже там по Канаде 15, по-моему, центров больших там. Ну, то есть у него пошел огромный бизнес такой, все, вот я ему давно не звонил, надо позвонить, узнать, как у него сейчас дела, но он очень разбогател. То есть уже на тот момент он показывал мне офис, много людей работает, там, они сделали франшизу по Канаде, вот это, перевозки, да. Тора работает, и мы учили тоже в Мишле, что если человек мудрец Торы, то за мудростью идет богатство. Просто так как Тора бесконечна, и в ней есть очень много, она описывает полностью все мироздание, то каждый в ней находит что-то свое. Но те люди, которые только начинают учить Тору, они, они должны просто для себя осознавать, что у них есть только полпроцента, там, треть процента того, что есть в Торе. И вот этот девятый отрывок очень-очень важен. Мессира, основе, шмоа Тора, тот, кто убирает свое ухо от того, чтобы изучать Тору, гам, твила, то, твила, и молитва его сразу, она пустая. То есть молитва его не принимается. Чего ты молишься? Учись, понимай и молись. То есть одно без другого не работает. Вот, и слава Богу, что сегодня у нас 214 урок. До этого, вот если вы посмотрите, в Ютьюбе везде, я годы, годы, годы постоянно каждый день учился и обучал. Учился и обучал, учился и обучал. И дальше собираюсь тоже с Божьей помощью это делать. И всем желаю успехов, успехов во всех сферах жизни. Финансы, деньги важная сторона, но это не, не, это одна из сторон. Я всем желаю, чтобы мы изучали Тору и разобрались, как работают деньги, как работает здоровье, как работает молитва, как работают отношения, как работают отношения с людьми. И с Божьей помощью, чтобы прожили свой жизненный путь максимально хорошо, ровненько прошли его и заработали себе вечную жизнь. Все, удачи, успехов, пока, пока, удачи. Значит, напишите, пожалуйста, свои выводы, три вывода, три вывода. Первый вывод, не давать под проценты, второй, учить Тору. Мы сегодня прошли всего лишь два отрывка, но глубоко. Все, напишите свои выводы.